Здравствуйте, в студии Даниэр Даутов. Расскажу о главных новостях из мира экономики и финансов. Специальным налоговым режимом могут воспользоваться предприятия, у которых не больше 200 наемных работников. Его преимущество в ставке, которая может варьироваться от 2 до 8 процентов и в свободе от НДС, когда оборот компании не превышает 2 миллиардов тенге. В Национальной палате Атамикен отмечают эти изменения, вводят, чтобы вывести максимальное количество предпринимателей в легальное поле. Розничный налог могут использовать как ИП, так и ТО. Если один предприниматель участвует одновременно в нескольких компаниях, то условиями специального налогового режима может воспользоваться только одна из них. Зато розничная пошлина подходит для тех предприятий, которые работают сразу во многих населенных пунктах страны. Полагаем, что это достаточно хороший инструмент для того, чтобы бизнес мог нормально развиваться. Те же самые магазины дома, если брать. Обычно это одна семья, это не какие-то миллионеры. Моржа там достаточно небольшая. Если взять отчисления на эквариинги и так далее, банковские, это расходы взять, это много они действительно отчисляют. И поэтому мы полагаем, что мы таким образом могли бы сбалансировать все эти моменты. Минимум соблазнов, чтобы уклониться от выплаты пошлины – это еще не все изменения. До 1 января 2025 года в Казахстане должны принять новый налоговый кодекс. Рабочая группа Атамикена получила от предпринимателей больше 300 предложений, где они обозначили свое видение. Известно, что в новой редакции полностью обновят налоговое администрирование. Внедрят дифференцированные ставки в разных секторах экономики, разработают механизмы снижения или освобождения от КПН с прибыли, направленные на технологическую модернизацию. Весь следующий год будет посвящен работе с мажористом. То есть там все согласования и так далее будут проходить именно через парламент. Подключили все регионы, потому что больше ассоцией, они больше в центре находятся. А мы именно хотели понять, что на местах происходит. Мы обсуждали вопрос о налогоблажении дивидендов. А в рамках этой работы мы предполагаем сократить, оптимизировать те или иные специальные налоговые режимы, которые сейчас есть. И к другим темам. В мае годовая инфляция в Казахстане замедлилась до 15,9%, сообщили в Национальном банке. Такая тенденция наблюдалась во всех регионах, кроме Акморинской области. Там она осталась на уровне 17,6%. Максимальный рост цен на продукты в мае наблюдался в Мангостаевской области, а минимальный — в Алматы. Свыше 30 триллионов тенге собрали на своих депозитах казахстанцы. За год объем вложений вырос на 21%. Большая часть денег на счетах хранится в национальной валюте. В долларах только 28% вкладов. Причем их доля сокращается с начала года. Аналитики тенгеномики отмечают, что отток, который происходит на фоне жесткой денежно-кредитной политики, благоприятно влияет на уровень депозитов с тенге. Еще есть фактор аномально крепкого обменного курса в паре тенге-доллар. Рекордный объем афинированного золота произвели казахстанские металлурги в прошлом году. Это 73 тонны драгоценного металла, сообщает Energy Prom KZ. В предыдущие годы показатель не превышал 69 тонн. По закону, все золото, содержащее сырье, перерабатывается внутри страны. Основную часть всего афинированного золота в Казахстане выпускают три крупнейших завода. Таукен Алтен, Касцинг и Казахмыс. Недропользователей, которые добывают золото, содержащее сырье, в Казахстане больше. Их можно разделить на две группы компаний. Для которых золото — главная цель, и предприятия, которые ориентированы на производство других металлов. А золото для них лишь попутный продукт. В крупных корпорациях нередки смешанные варианты. Это все, о чем я хотел сегодня рассказать. В завершении можно познакомиться с курсом валют и итогами торгов акциями на бирже. До встречи в следующем выпуске. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова